Татарстанцы не согласны на любую зарплату, лишь бы устроиться на работу. Какую прибавку просят? Съёмные квартиры в Казани дорожают. Почему и почём сейчас реально найти однушку? И где татарстанцы ищут прохлады, про бронирование глэмпингов и турбаз у воды? Расскажем. Обо всём подробнее прямо сейчас от новости экономики. Здравствуйте. Татарстанцы, которые ищут работу, вообще не настроены уступать в деньгах ради нового места. Хотят зарабатывать больше, выяснили аналитские хэдхантер. Они увидели, что кандидаты стали запрашивать на 10 тысяч рублей больше, чем летом 2023 года. Сейчас средняя зарплата, на которую соглашаются местные жители, примерно 60 тысяч рублей. Конечно же, запросы соискателей сильно зависят от разных факторов. И один из ключевых – это профессиональная сфера, в которой кандидат ищет работу. Так, наиболее требовательными оказались соискатели сферы консалтинга и стратегии. Кандидаты в этой сфере нарастили запросы сразу на 26,5 тысяч рублей до 120 тысяч. Вторые по уровню аппетитов – топ-менеджеры. Их средняя ожидаемая зарплата начинается в Татарстане от 125 тысяч рублей. За год управляемцы нарастили запросы более чем на 25 тысяч. Также на 20 тысяч рублей больше, чем в прошлом году, до 90 тысяч рублей. Сейчас хотят в Татарстане получать работники сельского хозяйства. Такой рост ожиданий в зарплате у соискателей эксперты объясняют тем, что люди видят повышенный спрос у компании, высокую заинтересованность работы дателей. Вот и называют желаемую зарплату повыше. А еще жители республики стали менее гибкими в переговорах о зарплате. По итогам второго квартала только четверо из десяти опрошенных татарстанцев готовы уменьшить свои зарплатные ожидания ради гарантированного трудоустройства. В прошлом летом таких сговорчивых было побольше – процентов на 8. Аренда жилья дорожает за год. Цена съемной квартиры в стране выросла на треть. В среднем 27 тысяч рублей в месяц. Это данные Яндекс.Аренды. Аналитики Авито недвижимости составили свой рейтинг долгосрочного найма квартир. И там Казань оказалась в списке городов с самой дорогой арендой – 30 тысяч рублей в месяц по итогам первого квартала. Дороже только в Москве и Питере – 74 и 35 тысяч. Почему найм дорожает? Почем сегодня реально найти однушку в Казани? Наши эксперты рассказали. Это связано с вторичной ипотекой. То есть ипотека на вторичном рынке, которая у нас уже почти год как недоступна. То есть там 18-19 процентов. Чтобы примерно вы, телезрители, понимали, то есть если вы берете квартиру за 10 миллионов и 20 лет платите по графику, то вы отдадите банку примерно 60. Да, вот так. Шесть квартир? Шесть квартир отдадите. Шесть квартир за 20 лет? С такими ставками. Вот, поэтому, соответственно, по такой ставке брать ипотеку очень, ну, немыслимо. А, соответственно, на сегодняшний день все-таки лучшая аренда. Поэтому и цены выросли на аренду. Надо понимать, что квартиры за 30 тысяч однокомнатной в Казани есть. Даже за 50 можно найти. Но мы же смотрим с точки зрения нанимателя. То есть как можно дешевле... Пока глазами нанимателя смотрим. Хорошо. Да, соответственно, за 20 тысяч можно найти однокомнатную квартиру в нормальном состоянии в Казани. В каком районе? Кроме центра практически в любом. Вот в центре, да, в центре это 25-30. Но если мы берем спальные районы, Азино, Приволжский район, там можно за 20, за 18 найти. Спрос татарстанцев на прохладу сильно вырос, замечают аналитики Яндекс.Путешествий. И уточняют, что имели в виду. Бронирование глэмпингов, загородных домов и баз отдыха выросли на 75%. А отелей с бассейнами на 30%. Прошлым летом, говорят аналитики, такого всплеска интереса к загородным комплексам и отелям с бассейном не было. Сейчас чаще такие объекты люди бронируют дома. В Татарстане 43-53% таких броней, либо рядом у соседей Самарской области, Чувашии, Удмуртии, Морел или в Башкортостане. Чаще всего татарстанцы скрывались от жары за городом в базах и домах отдыха 43%, в глэмпингах 14% и турбазах 29%. Подобные прохладительные путешествия жители Татарстана планируют за 3-4 дня до поездки. Средняя продолжительность такого выезда 2 дня. Средняя цена за ночь в двухместном номере отеля с бассейном 9000 рублей. В загородном доме у воды 7500 рублей. Самые выгодные направления для охладительных поездок, глэмпинги и турбазы в Уфе у местных рек 2164 рубля за ночь. Ульяновской области у местных рек 3600 рублей. И наша Матюшина, берег Волги 7000 за ночь. Средняя цена на отели с бассейнами в Татарстане 11500 рублей за ночь. В Самарской области 10 тысяч с хвостиком. В Чувашии без малого 5000. Пока это все новости экономики. Спасибо, что были с нами. До встречи. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова